первая половина пути была очень живописной хвойные леса водопады и горные реки постоянно меняющийся ландшафт и дорога порой приходилось карабкаться по камням скользить по грязи и перепрыгивать ручье но все это было в радости преодолевалось с улыбкой по пути встречались редкие паломники с которым мы обменивались паролем вот ради этого идут в горы и такой вид никогда не откроется из города и кажется сейчас впервые после 4 километров пути показался кайлаж я коротко отдыхал каждые полтора два километра и был в отличной форме я знал что на середине пути будет возможность остаться в лагере с ночевкой вполне допускал такой сценарий если место будет невероятно красивым или я выбьюсь из сил но достигнув середины я понял что буду идти дальше я пытался понять на что похож вкус местной воды знаете что ощущение как будто бы льдинку сосешь вот знаете когда она начала плавиться во рту и вот это первая ледяная вода орошает твои неба попадает по пищеводу в желудок ты чувствуешь какая она холодная и какая она чистая какая она непорочная вот такой же вкус в этой воде по пути встречается заведение в которых можно приобрести бесхитростную пищу и вездесущую колу острым бич пакетом и омлету я предпочитал печеньки их в индии огромный выбор они все вкусные и хрустящие только что я узнал удивительную штуку я остановился на полпути до озера и узнал то что гора кайлаж который является резиденцией шивы является не единственной его резиденцией ну конечно великий бог и как можно обойтись всего одной во всем мире существует пять гор одна из них самая крупная находится на границе с китаем и все они называются кайлаж то есть есть к чему стремиться дорога после шести километров стала суровой и больше не баловала разнообразием все что оставалось это карабкаться вверх все выше и выше вторая половина пути что-то совсем лютые реально ты все время ползаешь наверх 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 и конца края этому нет я понял то что город для меня это способ такой медитации ты не можешь ни о чем думать кроме о том что те надо преодолеть это сидишь и думаешь только один шаг другой третий иногда смотришь по сторонам офигеваешь от красоты достаешь телефон фоткаешь и дальше идешь девять километров пройдено за пять часов и чё-то я подустал и короче стал останавливаться каждые 200 300 метров отдыхать как дед водиться хочется пить постоянно вот но это нормально сколько бы не заняло в дальнейшее восхождение вариантов то все равно нет надо идти а там меня ждет награда какая я не знаю маги может быть тарелка маги острова все даже не хочется вот они труженики благодаря этим ребятам я сейчас попил энергетический напиток и съел печенье всего два раза дороже чем в городе они в 10 спасибо родные бывают это прикольные моменты например сейчас я пришел до развилочки такой указатель на хинди а хинди я не знаю а интернета нет а там он вон там вот снежок лежит но чутье мне подсказывает надо идти не по узкой тропе все-таки а вот по той который пошире надеюсь я прав еще три с половиной четыре километра надо топать пожелайте мне удачи набрав примерно 1800 метров высоты я дошел до снега кислорода становилось ощутимо меньше а погода менялась каждые 10 минут к моему счастью ни разу не пошел сильный дождь потому что спрятаться от него там негде во все как ни странно здесь не очень холодно такое ощущение то что открыл сумку холодильник или просто холодильник почему сумку здесь не холодно здесь страшно никто не говорил то что будет такая история обычно по такому снегу же вообще-то в кошках ходят хорошо хоть тропинка проложена иначе было бы вообще просто недосягаемая территория как страшно то чисто с божьей помощи другому и не скажешь 1 километр this way and how many километров to the moscow to the moscow moscow mm-hmm what what do you think can i get pinacolada here pinacolada yeah you can get some food here no i actually want not food i want something to drink yeah these closer namaste okay perfect i will go for red one i guess я добрался до озера горе кунт это священное озеро для индуистов и в нем должны совершать омовение только девушки и женщины остался всего один километр до мани махеш с этой стороны уже видно гору кайлаж но она выглядит не так эпично как на картинках потому что мне нужно еще немножко пройти вперед и подняться наверх с каждой минутой и с каждым пройденным шагом я чувствую что я все ближе и ближе к святым местам в первую очередь по огромному количеству палаток раскиданы повсюду дело в том что август это священный месяц у индуистов и совсем скоро сюда пойдут паломники сотнями и даже тысячами и все эти удобства созданы для них сегодня я становлюсь похожем лагере и покажу вам его изнутри благодаря умным приложением я понял что в конце концов за восемь с половиной часов пройдя более 12 километров и набрав более двух тысяч метров высоты я добрался до финальной точки и ничего не почувствовал первое впечатление не чувствуется прямо скажем святость места потому что все заволокло туманом и здесь какой-то просто ну лагерь беженцев естественно все выглядит очень рандомно очень хаотично как бы палатки ладно но мусора дофига это отстой понимаете я заселился в палатку с неограниченным количеством одеял доступом к электричеству и как потом оказалось бесплатным ужином по-моему прекрасные условия на высоте более 4000 метров пользуясь случаем сделаем кору вокруг священного озера вот я вижу там живы гор сейчас совершенно не видно потому что все в тумане но мы и назовем это облаками сейчас настает один из самых классных моментов путешествия я переоделся в чистое улегся на мягкую постельку и укрою себя с классным пледом скоро солнышко закатится я поспал полтора часа туман абсолютно не рассеялся ничего не видно но обещает утром то что будет хорошо холодина жуткая я надел на себя все что у меня было футболку теплую рубашку плотную куртку но и накрылся одеялом но все равно проснулся от того что мои пальцы они мели и было холодно говорят то что ночью бывает и минус что в общем то невыдивительно потому что здесь до сих пор лежит снег и мы находимся именно на той высоте где лежит снег поэтому следующий раз надеюсь уже буду вещать с хорошим видом сейчас 10 9 скоро выключат свет и все будут спать пацаны накормили меня рисом сдалом сказали все включено я не стал спорить я погрелся у очага с другими чуваками набрал тепла мы по максимуму устроил себе суперкрутой гнездышко лежу на двух флисовых одеялах одно свернул как подушку просто царский комфорт и 3 еще сверху причем два из них сложно пополам и все равно чувствуется прям такой холодочек